Да, утром Марьяша в садик пришла переодеваться, да? Садись на лавочку, переодевайся. Аня сегодня в школу не пошла? Да, с температурой. Ну да, кашляет. А Марьяша вот пошла в садик, да? Ну, как я ждал. Сама, давай, не сноду. Все, вот так приходит и сидит, пока мама не начнет раздевать, да? Ой, кривляка. Выставка целая, подносит Марьяшин цветик-семицветик. А почему ты решила именно цветик-семицветик сделать? Потому что заняла тень шнур. Так захотелось? Да. Понятно. Миню-то пойдем читать. Да. Каждое утро читаем меню. Макароны. Ну, понедельник, как всегда, любимые макарошки, да? Что на завтрак? Яйцо, икра, макароны, чай с лимоном, требующих, яблочко. На обед салатик из картофеля, моркови и репчатого лука, свекольник со сметаной. Печень в молочном соусе, печень в молочном соусе, кашка рисовая с маслом сливочным, сок яблочный. А на полдник котлеты, беточки, шницелью рубленые, картофельное пюре, кофейный напиток с молоком. Вот я не понимаю, и котлеты, и беточки, и шницелью, или это как? Непонятно. Вот иногда пишут. А на завтрак яйцо вареное, икра кабачковая, и макарошки. Я же говорила. На второй завтрак будет яблочко у вас. Мария любит, да, на кронечке? Да? Ой. Сегодня ночью Мариянка опять всю ночь бегала. Ну как всю ночь, до пол первого я уже не выдержала, потом ее с собой положила. Всякую ерунду придумывает опять. То бабайки какие-то, то мне скучно, то я тебя люблю, то одеяло. А когда Ксюша ляжет, а когда папа ляжет, а когда вы все ляжете. В общем, я уже пол первого ее к себе положила. Не выдержала, думаю, иначе вообще не выспится. Но сегодня ничего вроде бы встала. Вчера еще Жене... Нет, не вчера, в субботу ездил в садик заливать горку. С воспитательницей уже сколько не убеждала ее, что при минус пять горку не заливают. Ну вот им что-то втемяшилось в голову. Надо залить горку, и все тут. Ну, съездила, лишь бы отстали. А то ему перед днем рождения, мы же Марьяна на следующий день попросили это дома оставить. Она говорит... В общем, шантаж такой был, что вроде как, пусть папа тогда придет, зальет горку. Я вам даю отгул, но папа пусть придет, зальет горку. Что делать? Деваться некуда. Жене пришлось идти заливать. Ну, так тоже, я говорю, такой подарок Жене. Ко дню рождения передайте, говорит папе. Поздравление. Ну вот, пришел бы кто нам помог горку залить. В общем, я сходил, позаливал. Батулку, говорит, никакого. Заливали, заливали, и все равно эта вода уже протекает. А так вообще никого из родителей не могут собрать. В общем, ладно, поехала домой. Ой, все эти холодильники. Что-то, не знаю, включили. Вот этот холодильник, который, где у нас кухонный гарнитур стоит на кухне. Разделка работает, а холодильник, что-то вот сейчас приеду, проверю. Не знаю, работает или не работает. Или при перевозке что-то случилось. В общем, не знаю. Непонятно. С этими холодильниками меня уже тошнит. Вчера еще эту беговую дорожку. Женщина написала в этом объявлении, что вроде как приедем. Я думаю, слава богу, ее заберут. А Женя там еще, кстати, какая-то проблема с двигателем у этой дорожки. То есть он ее включил, посмотрел, там что-то щетки искрили прям. Он там все почистил, помазал. Вроде нормально стало. Не ошибок никаких. Ну, как бы уходить в ошибку она начинала. В общем, никаких ошибок, ничего не выдает. Я побегала, считай, пару раз. Где-то по полчаса, наверное. И все. И потом вот она у нас стояла-стояла. Потом, я говорю, задолбала она, выноси ее. Во двор он вынес. И вчера вот, считай, перед покупателями занесли. И все. И мы встаем, она уходит в ошибку. Ну, благо, что она приехала, посмотрела. Оказалось, что они живут в малосемейке. Посмотрели габариты этой дорожки. Она говорит, ну, мы сейчас измерим, приедем домой, войдет, не войдет. Если войдет, то как бы напишем, приедем, заберем, договоримся. В общем, написала, что не входит у них эта дорожка. Я думаю, ну, и слава богу, уже нет. Еще должен двигателем будет этой дорожки заниматься. Но она такая громоздкая. Столько места занимает. Сейчас на место этой дорожки встал еще один холодильник. Прямо меня уже раздражают эти все развалюшки. Так хочется их побыстрее продать. Ладно, в общем, поехала домой. Чем-нибудь заниматься буду. Ханьку дома оставила. Ксюша в школу отвезла. Сама поехала домой. Лошадь скачет. Лошадь скачет, ума нет. Перестанет или нет. Отдаем, дай, дай. Евгений? Опять там смотришь девок разных? А я забуду. История сей басни такова. Холодильник, который стоял на той кухне у нас, опять перекочевал сюда. Сейчас Евгений расскажет. Ничего не расскажешь. Ныряшка забрали с карусельки, да? Показывай работу свою, куда ты ее делал, что ты сегодня сделал. То есть Евгений ничего не расскажет, да? Ну, я с утра уже немножко рассказала. Включили вчера морозилку. Холодильник вместе с морозилкой. Но он однокомпрессорный, вот этот холодильник. Вот эти вот, вот этот вот холодильник, он двухкомпрессорный. То есть по отдельности включается. А вот этот холодильник, он... Нет? Это тоже однокомпрессорный? Да я запуталась. Вот я поэтому и прошу тебя рассказать. А ты молчишь. Мама, я никуда не давала. Что рассказать? Что, не работает холодильник? Пропало. Все упало, все пропало. Не работает, не морозит. Давай, показывай. Кармашки вот такие. Ну, рыбки, кармашки. Оригами опять, да, сделали? Губы насосалось сегодня опять. Папа ездил у нас горку в садике, заливал сегодня. Они уже катались на ней. Хоть папа и возмущался, говорил, что ничего из этого не выйдет. Но все-таки получилось. Вышла. Мира, он слона-теребит. Это вата. Синтепон из слона. Ну, Женя, расскажи уже что-нибудь. Ну, расскажи про холодильник. Я неправильно рассказывала. Вот видишь, я опять все набрала. Это что такое? Все, они летают тут. Как с ними можно рассказывать? Идите в зал, поиграйте. Евгения, мы все во внимании. Как тут мама рассказывает? Ну, давай рассказывай. Идите туда. Идите туда. Идите туда. Что? Не везем холодильник. Мыли, мыли, да мыли, да перемыли, да. Все, пооборвали все трубки, похоже. Да ну, сочиняйка. Что сочиняйка? И что мы там не обрывали? Непонятно, какая причина случилась. Либо при перевозке. Что там? Да, он месяц же у нас лежал в машине. Но он лежал не под себя. А под наклонами, не знаю, там градусов, может, 30. Громче говори. Что, орать, что ли? Тогда поближе к тебе встану. Ты микрофон мне дави этот? Я говорю на микрофон. Так ты так тихо все время говоришь. Я разговариваю нормально. Давай, говори. А то у тебя микрофон в телефоне косячный. Меня-то нормально слышно. Позорный. Так ты орешь, как тетя Валя. Короче. Помыли, холодильник занесли. Включили. А он не показывает. Понятно? Мы-то думали, это телевизор, да? Не работает. Все, вызвали мастера. Короче, включили, морозилка морозит. Сам холодильник не морозит. Я еще думаю, что за фигня. Он еще, причем, отстоялся два дня у нас, двое суток. А то и трое даже где-то. То есть, если какое-то масло где-то в трубки попало, оно должно было стечь в компрессор сам обратно. Все. И в оконцовке. Потом я его перед сном отключил. Через пару часов думал, ну, мало ли что там. Прогрелось, а еще лучше все стечет. Через пару часов я его опять включил. Он всю ночь промаслал. Утром я встал, открыл, все, как обычно. Там даже в морозилке, по-моему, уже водичка начала появляться. То есть, фреон остатки вышел. Вышел. И все. И вообще он перестал работать. Все. Единственный вариант вызвать мастера. Потому что у нас нет должного оборудования. Потому что, чтобы я уже думал заниматься холодильниками, но это на компрессор, весы, фреон покупать, горелки всякие там разные, припои, короче, такой геморрой там вообще. Так-то, в принципе, разобраться можно и заниматься. Но мне хочется вкладываться в это все и вникать ко мне. В общем, грусть, печаль. Завтра ждем мастера. Да ты тут носишь косичку. С ЛГБТшными нарожками. Как тебе? Евгений, иди нарожками. С косичкой. Мира. Забыдай, забыдай. Нет. Забыдай, забыдай. Папа, положи. Забыдай, забыдай. Мамы. Мне. Помой папу. Дай палочку-то волшебник. Бим-бим-бим. Послабь. А что, папа, пусть поносит. Сейчас вспомню. Пусть потаскается папа-то. Смотри, какой красивый сразу единорожка стал. Я на туставнику не пойду. Боже, Марьяна. Дикая баба гринга. Дикая баба гринга. Я в глазах не осталась. Да, папа ее дикая баба гринга называет. Вот такая вот у нас дочь, посмотрите. У Медики все такие. Почему в Америке? Значит, американцы у нас. В Америке там такая нация. Грузброд весь собрался в Америке. Нация у них там такая. Ты сброд собрал вон тут. Весь диван уже созбродил. Только поправила. Я из России, я-то, да. Сидит тут, куку. Вот посмотрите, вот это. А потом он мне еще говорит. Что-то у меня штаны рвутся. У нас, кстати, это... Крайне качественные китайские штаны. В Советском Союзе шили офигенные штаны. Ничего не рвалось. Сидели всяко разные. И варялись. На шпагатах, да. И ничего не рвалось. Было все из сукна. Хорошими нитками прошито. А сейчас китайское говно делают. Но не китайцы все, конечно. Не все делают давно. Но раньше они, как Фитька говорит, кеты хорошие делали. Вот так. Мам, смотрите. Которые воняли. Раньше не воняли. Воняли. Это сейчас все воняет. Они из пор сырья всякого делают. И помадка. Вот такая. Все, да. А, какая? Дай другую. Мире губы накрась. Чтобы она красивая была, да? Еще забыла, что я вам сказать. Не очень хорошая новость. Забыла, что сказать. Короче, их сейчас и не видать. У хомяка вылезла сипуга? Да, Женя, ну что ты какую гадость говоришь? В общем, вчера нормально все было. Смотрю, хомяк вылез. Где вот они? На, постучать хочешь. Живы, не живы. Короче, у одного хомяка случилась какая-то фигня. Я подошла, смотрю, у него что-то красное там в области промежности. Непонятно. То ли кишка я думала. Потом думала, что он рожать что ли начал у нас. Непонятно. Ерундень. В общем, мы его выловили, сфотографировали. Послали фотографию этой, ну, знакомая у нас, в общем, ветеринарная работает в клинике. На что она нам прислала ответ, что это пролапс, ну, женская, в общем, там какая-то пролапс. Уйди, промежности там, или как оно называется. Либо выпадение прямой кишки. Я говорю, как это можно все полечить или это операцию делать? Она говорит, это, конечно, оперирует, но хомяк после этого все равно не выживет. Либо может даже вообще не пережить прием этого ветеринара. И что сейчас с этими хомяками делать, не знаю. Ну вот. Что вы спите-то? Выходите. Алло. Что, не заводите их и всего больше? Как-то не везет нам с этими хомяками. Они, слушай, эту качельку вон погрызли. Погрызли качельку, все. Невезучие какие-то. Один, главное, все нормально. И позавчера никаких проблем не было. Оба носились на это, на колесо еще залезли. В общем, такие веселые были. Мы смеялись еще, сидели. А вчера вот буквально вечером, днем я заметила. И все. В общем, она сказала, возьмите ватную палочку и попробуйте засунуть это обратно. Я, конечно, все обработала, попробовала, но у него обратно все-то вылезает. Вот один вылез, второй-то хоть живой, нет. У одного все нормально, веселый, бегает, довольный. Где твой дружище? Нет, вон там где-то. Короче, что-то у него из попы красная торчит или не из попы. Непонятно. В общем, даже не знаем, чем ему помочь, этому хомяку. Реша говорит, давайте его усыпим, съездим. Я не помогу его усыпить. Ну, ты предлагала, говоришь, усыпляет же хомяков. Нет, когда их усыпляет перед операцией, делают операцию, чтобы они усыпают. Услушайте, не вижу у второго, ничего не торчит сейчас. Ну, а взять, посмотреть, есть у него там что-нибудь или нет. Но вам мы точно не покажем. Потому что это выглядит, ну, очень неприятно. Такое ощущение, что там... Я сначала думала, она рожает. Думаю, может, у нее застрял там хомяк маленький. Красная прям, знаете, как кишка вылезла. Мы еще и понять-то не можем, кто из них мальчик, кто девочка. Они какие-то разные. Непонятно, как определить пол. Вот у крысы сразу все понятно. Крыса так девочка, так девочка. А эти какие-то непонятные. В общем, сейчас взяла, посмотрела. Меньше. Гораздо меньше стало. Вчера прям сильно вылезла эта фигня. Ну, сейчас примерно с горошину. Даже чуть меньше горошины у него там эта штука торчит. Но все равно есть. Не знаю, прямо так страшно. Что с ним такое случилось? Непонятно. Сокровища мои пришли смотреть. Давай, Марьяна, смотри, заехала, забрала. Заказывала через сайт эти совместные закупки. Сокровища мои. Да я сама еще не видела. Давай смотреть, что мама тут взяла. Так я буду читать. Ты-то не умеешь. Я тебе буду подавать. Давай будем вместе смотреть. Это мамины сокровища. Старость, не радость. Уже все. Кто-то может радуется конфетам, а я вот семенам радуюсь. Взяла, хочу посадить. Папа, валерьяна, лекарственная, доктор сердечный. Бархатцы. Я сама собираю бархатцы. Но вот таких вот желтых у меня нет, например. Вот это вот бархатцы такие. Слушайте, а то у меня не разве это какие-то съедобные бархатцы. Короче, заказала. Надо, не надо, надо. Многолетник, Будлея, Давида, Фиолетово, Голубая. Надо еще почитать. Может быть, там какие-то стратификацию надо проходить. Бальзамин. Базилик фиолетовый. Ты-то что пришла? Смесь сортов разных. Базилик лимонный. Базилик карамельный. Вот я базилик не ем, но зачем я его сказала? Садить буду. Базилик овощной. Каракум. Астра, это девчонкам в школу. Однолетняя, помпонная. Мне нравятся такие вот маленькие. Снежок. Супер принцесса. Кстати, лайфхак. У кого астры не всходят, засуньте их на сутки. Подожди. Прямо в этот, в морозилку. На сутки. Ну, можно часов 5-6. Они полежат. Схожесть будет у вас 90%. Проверила, работает. Так, анимона. Холодостойкая. Многолетний. Почему-то хочу многолетний. Капуста. На. Капуста. Келотон капуста. Кабачок. Люблю вот такие вот черные кабачки. Беру и черные, белые. Да уйди ты мне в микрофон тут дышишь. Уйди, мира. Дядя Фёдор. Кабачок. Белоплодный. Дельфиниум. Кстати, дельфиниумы ядовитые, насколько я знаю. Гиацинтовые бобы. Скобиоза. Ещё раз хочу попробовать черемшу посадить. Но её надо осенью. Вот мне бы кто напомнил. Дамир, ну иди, правда. Ты стоишь, дышишь, как косматик какой-то мне тут в камере. Салат. Рубиновый браслет красненький. Лолофан. Петрушка кудрявая. Славянская петрушка. Кориандр лимонный. Кориандр овощной стимул. Сельдерей черешковый. Стевия. Захотела посадить стевия. Это как натуральный заменитель сахара. Стевия услада. Синюха голубая лазурь. Энотера вечерняя роза. Энотера двулетняя пиноккио. Тыква. Тоже вот сроду ее не ем, но посажу. Ксюша вон делала тыквенный суп. Ей понравилось. Пусть учится, делает. Огурцы у меня есть, поэтому я не стала заказывать. Подожди. Помидорки. Стрелец молодец. Вот такие взяла. Супер-рэд помидорка. Супер-макс. Что-то у меня все на супер. Салатная бомба. Супер-пупер. Супер-макс. Супер-пупер работяга. Крайний север. Огурцы у меня, по-моему, там были. Либо я... Либо их следующую закупку еще перенесли. Перенесли. Еще надо в этом году заказать лук будет через совместные закупки. Да? Вот видите, вот только что было поправлено. Все, Марьяша сюда села. Что с этими диванами придумать? Ни один чехол, ни одно покрывало здесь не выдерживает. Сокровище. Мамины сокровища, да? Будешь маме помогать в саду, в огороде работать? Ну, Марь, ты что правда как дикая какая-то? Некрасиво так себя вести. Все подумают, скажут, что она у нее, сдурела что ли, озверела. Ты же на самом деле не такая-то у нас миленькая, хорошая девочка. Правда? Что-то дурачится. Все, надо уже ко сну готовиться. Да, Марья? Ужин это. Баеньки. Завтра ждем мастера. Холодильники нам придут чинить. А вот эти вот надоели мне. Балдежки, балдежки. Да, Эджини? Говорю, так не делается. Написали бы, спросили размеры. Все, нафига мы ее сюда тащили? Дорожку эту. Вот примерно у нас. И опять она сейчас будет таскаться тут. Холодильники эти, дорожки. Быстрее бы уже это все распродалось и все. Мама, хватит, чтобы снимать меня. Уходите, я вон. Завтра еще увидимся. Пока. Все, Марья уже вон все. Всем пока-пока сказала. Говорит, надо готовиться ко сну уже, да? Ужинать и спать ложиться. Лежит тут на сокровищах моих. Охраняет, как огниво. Кино поедите. Да? Ладно, все, всем пока-пока. Увидимся в следующих видео. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии, нажимайте на колокольчик. Пока-пока. Пока. Мира мне между ног тут лезет. Пока. Ой, поцелуют, Марьяшки вам. Ловите. Пока. Ловите наши видео.